Во время культурной революции Ринпочи провел много лет в заключении в Китае. Он был обвинен и арестован под обычным для сановников предлогом – эксплуатация фермеров. После освобождения, несмотря ни на что, он остался в Тибете и в настоящее время является главой школы Сакия в Дерге. Ринпочи рассказал нам, что он познакомился с Шамаром в то время, когда они вместе ходили в школу в Тибете. На наш вопрос о том, есть ли еще в Кхаме живая традиция йогов, он рассказал нам об одном йоге Нисакья, который провел 30 лет своей жизни, медитируя в ретрите, и умер лишь несколько дней назад. Он скончался, сидя в позе медитации. После его кремации, его язык, глаза и сердце были найдены в пепле, сплавленными в один комок. Он посоветовал нам посетить места, где хранятся эти реликвии, чтобы мы могли снять и показать их людям на Западе. Он написал для нас письмо, которое должно было обеспечить нам беспрепятственный доступ к реликвиям. Он заверил нас, что высшие методы медитации буддизма алмазного пути не умерли. Напротив, в наше время они все шире распространяются в Тибете. В одном из магазинов в Дерге мы обнаружили эту фотографию реликвии йогина Нигма, который недавно умер в Индии. На снимке видны фрагменты его кости с самопроявленными будда-формами. Такой кость йогина была найдена в пепле после его кремации. На ней можно различить формы Будды безграничного света, любящих глаз, гуру ринпоча, тары и ступы.